Здравствуйте, дорогая публика! Мне вот тут написал маленькое смс-сообщение мой зритель Руслан Рушанович. Сообщение такое, вопрос такой. Секретная история татар на канале была? Вопросительный знак. Это как, зашёл человек, лекция идёт, уже рассказывали про синус 30-гранцев? Нет, ещё не рассказывали, садись. Так вот, про секретную историю татар не было. Хотя про Татарстан у меня было видео, это, знаете, несколько лет назад, когда я побывал в Казани. Там побывал, походил по музеям. Кстати, очень впечатлили меня тамошние музеи. Мало того, что там художественный музей есть, там, где коллекция картин фешина. Это такой знаменитый, в своё время недооценённый у нас художник, но оценённый, значит, в мире. Он от нас эмигрировал во время голода. А там, значит, оставил часть своих работ на хранение в Татарском музее. В Казанском музее, правильно так сказать. Очень интересный музей исторический. Я бы сказал так, что он как-то более подробный, более обстоятельный, чем музей московский. Московский музей, ну, он посвящён огромному, историю огромной территории. В общем-то, тут, понимаете, разбегается всё это дело. А Тата очень так целенаправленно, очень интересно, подробно. Вот. Ну, заставляет переживать очень за судьбы татарского народа, за трагическую судьбу того татарского, казанского народа, скажем так. Это вот история покорения Казани Иваном Басильевичем Грозным, когда он, в общем-то говоря, занимался тактикой выжжения земли, уничтожал население вокруг Казани. Ну, суровые времена прошли перед казанским народом, да, тяжело им пришлось. Ну, надо сказать, что вот моё такое личное мнение, сейчас, в данный момент, вот как-то вот татары и русские хорошо интегрированы в одном государстве. Возможно, есть люди, которые с нами не согласятся, тем более, что, ну, вот, совсем не так давно ещё, это вот в 40-е годы были отдельные татарские батальоны в составе вермахта, ну, понятное дело, что всегда можно найти вот желание обособиться, да. Ну, а после, как там есть такой музей государственности Татарстана в Казани, вот после, значит, 91-го года проявили мудрое решение, вот, ну, в общем, действительно мудрое решение. Татарстан сейчас одна из самых процветающих регионов Российской Федерации, но без всякого сомнения. И так вот те, кто занимаются, как бы сказать, регионоведением, есть такое вот прозрачное название, они вот его отмечают как регион, где соотношение между ветвями властей, ну, как сказать, между различными ярусами одной и той же ветви власти, то есть исполнительные, они очень, так сказать, доброжелательны. Нет такого антагонизма, как в других местах. Вот, скажем, региональная власть и местная муниципальная власть. Вот там такого вот нет, там как-то всё делается по уму. Вот с Татарстана тут надо явно брать всем пример, да. Там вот хорошо сделано. Вот, ну, мне понравилось Казани. Мне не показалось, что это просто некая такая визитная карточка, Потёмкинская деревня для меня сделана. Нет, вполне себе такой светский цивилизованный город, спокойный, культурный. Но это, правда, было летом, не зимой. Зимой всегда всё кажется немножко не так весело, как летом. Лето – пора отпусков. Ну, так вот, значит, по поводу книги. Значит, он мне про книгу спросил. Автор – Бояр. «Тайная история татар». Не секретная, а тайная. Бояр. Как же его имя-то на самом деле? А, Бояр. Нет, вот не... Ну, родился он в Татарстане. В ауле Байгул в Татарстане. И он, значит, всю жизнь проработал в Татнефти. По специальности он инженер-нефтяник. Ну, вот написал он книгу про тайную историю татар. Такое очень большое, объёмистое. Он не сумел ограничиться одними татарами. Понятное дело, что когда за что-нибудь цепляешься, понимаешь, что всё это вот вокруг ещё тоже. Вокруг, вокруг. И у него попала история всей Евразии. Он много чего рассказывает. Книга действительно интересная. Хотя, наверное, профессиональные историки наговорят про неё такого, что уши свернутся в трубочки. Скорее всего. Ну, потому что не любят люди. Когда кто-то чужой их наукой занимается. Ну, не любят они. Я рассказывал, как один химик, специалист по плёнкам полимерным. Он, значит, увидел то, что, оказывается, растягивание вот этой вот самого океанского дна очень похоже на растяжение плёнки. И взялся своими формами туда. Оказывается, вот оно и фрагментируется так же, вот как покрытие на плёнке происходит. Ну, ему, значит, сказали, ты что, говорит, изучил свою химию, выучил свою химию, ну, иди дальше и занимайся. Не лезь в нашу географию. Ну, уже очень жёстко так. У них так принято почему-то. Не любят они. А этот член-кор был. Да, а не инженер. Непростой инженер, а член-кор. Его погнали. Ну, я думаю, что такое же и к бояру отношение у... А я вот бояршинов. А он бояр. Он бояр, а я бояршинов. Нет, мы с ним не родственники. Вот. Так вот, значит, я хочу сказать, что, какое моё впечатление. Я, конечно, его книгу просмотрел, не скажу, что прочитал. Много интересного я из неё узнал. И вообще говоря, когда речь идёт об истории, скажем так, России, то я ориентируюсь на академическое издание истории государства российского Карамзина. Ну, просто... Есть, наверное, другие хорошие источники, но вот именно академическое издание. Дело в том, что, как ни крути, вся последовательность событий, вся, так сказать, нить исторического повествования, так или иначе, она у Карамзината есть. А дальше у него идёт, значит, понятное дело, что у него идёт сплошные, ну, передержки, недосказанности, вот такие вот вещи. Вот там у него сплошняком это всё идёт. Вот. И хорошо ли это плохо, я не знаю, но факт остаётся фактом, что... Так. Что вот эти вот академические издания, там вот такое количество текста Карамзина, и вот столько комментариев на него обычно в каждом томе. Вот. Ну, вот это очень поучительно. И вот каждый факт, который он не совсем верно излагает, там, значит, на него все комментарии, из летописей, ссылки, показывает убедительно, что вот тут вот Карамзин не прав, а тут он, ну, более-менее правдоподобно пересказывает, но что-то при этом переворачивает свои оценки даёт, да? Вот. Ну, там всё более-менее правдиво. Так вот, значит, в связи с этим я хочу вот немножко рассказать вам про, скорее, историю России, чем историю Татарстана, извините меня. Хотя Татарстан, он рядышком, от него никуда не денешься. Он в русской истории играл свою роль. Вообще говоря, татарская цивилизация, ничего, что я так назвал, казанская, лучше так, казанская, да? Она как бы не подревней была, чем христианство на Руси. Ислам, наверное, это самая древняя территория на территории, так сказать, бывшего СССР, ну, по крайней мере, теперешней Российской Федерации, на которой, значит, была государственной некая евроамическая религия, именно ислам. Вот. Вот там она была с незнапамятных времён практически, да? По нашим понятиям, с незнапамятных времён. Вот. Это очень важный факт имеет место быть. И вот она тут рядом всегда присутствовала. Хотя у нас тут дистанция огромного размера, поэтому это не значит, что они были прямо вот непосредственно соседями. Теперь, что касается вообще порядков. Ну, вот так уж получилось, что, не знаю, как у булгар, а вот у степных жителей, которые у нас обычно ассоциируются с названием татары, да, кстати, слово татары, оно очень разнообразно. Есть крымские татары, есть казанские татары, есть сибирские татары, и все эти вроде бы татары, да? Всё-таки никто не отрицает, что они татары. Некий тюркоязычный народ, у которых есть язык татарско-крымско-татарский, казанско-татарский, вот он такой вот татарский, тилик, да? Резик, тилик. Вот. А тут ещё в своё время это слово употреблялось там, где надо и не надо. Вы помните, Льва Николаевича Толстого, рассказ его «Кавказский пленник». Офицер находится в плену у горцев, да, эта война идёт с горцами, да, кавказские, северокавказские горцы, так вот одним языком это можно назвать, и он их называет татарами. Ленин Владимир Ильич, я много его читал раньше, да, конспектировал, он упоминает бакинских татар, так он называет азербайджанцев. Ну, понятное дело, что слово «татар» употреблялось где надо и не надо. Вот, даже, ну, иногда совсем не надо было, как, например, с бакинскими, с бакинскими и кавказцами тоже. Это они никакие не татары они, да? Вот. Хотя, скажем, Азербайджан вроде говорит на, так сказать, тюркском языке, то есть некая общность есть. Ну, так вот, так вот, значит, то, что мы обычно ассоциируем с монголо-татарским нашествием, это было нашествие степных народов. И вот, вы знаете, у степняков, у них есть такое понятие – боенная демократия. У них, понятно, есть люди, вот он там хан, да, или там вождь, предводитель, ну, есть люди весьма второстепенные, но людей таких вот, как в нашей истории, крепостных – это не их стиль. Если у них есть какой-то зависимый человек, совсем зависимый, раб, то это человек, ну, скажем так, иноплемённый, захваченный где-то во время похода или набега. Вот. То же самое можно сказать про скандинавов, да? Вот те, которые скандинавы к нам попали, сейчас вроде как уже устояло с точки зрения, что вот именно их-то и звали «Русы» или «Русь», вот. А мы русские, мы им принадлежим. И вот эти вот военные демократии, она была в верхних слоях общества. Ну, там была военная демократия, вот там были князья, там большие князья, великие князья, помельче князья. И вот эта военная демократия смешивалась с другой военной демократии, с соседями, с жителями степей. Половцы, кипчаки, да, вот такие вот народы. И вот если вы помните, когда появились монголы и прислали монгольских послов своих, да, то их-то встретили вот эти вот вроде как русские князья, которые были вместе уже с половцами. К ним половцы бежали. А половцы были их родственниками. Вот вы помните знаменитого князя Игоря, да, вот такая опера из князя Игоря. «Я Русь, одни от друга спасу!» Вот дайте, дайте мне свободу. Вот. Палач Ярославный, да. Так вот, эта Ярославна, она была половчанка. Мама и бабушка этого самого князя Игоря были половчанками. Вот. Ну и женат он был на половчанке. И тот хан, у которого он был, так сказать, в плену, ты не пленник мой, ты мой гость, да, вот, поёт он в опере, что вполне справедливо, он был его родственником. И вот за некоторое время до этого они тоже в каких-то внутренних разборках участвовали и вместе грабили Киев. И вот, да, вот такие у них были отношения между собой. И вот когда пришли монголы, прислали своих послов, то московские, ну вот эти русские князья, они вполне себе дали своим родственникам зарезать этих послов. Ну и чем озлили монголов, и случилось то, что потом случилось. Сначала битва на Калке, а потом, значит, разрушение тогдашней Руси. Мы малоценны с точки зрения добычи, но тем не менее, тем более для кочевых народов. Вот. А мы не кочевники. Мы сидели на своих местах и подчинялись своим господам. Да, вот так, извините меня, вся верхушка российская, она, значит, всё время обогащалась вот этими людьми из свободного общества. Шли служить московскому царю, когда он уже стал царём, или там московскому князю. Выходцы из, значит, Орды, например. Вот. Вот, опоздали из Казанского царства. Они стали предками многих дворянских родов. Так что, можно, конечно, гордиться кому-то, что он Рюрикович, но всегда наверняка с примесью вот этой вот крови. Это были независимые люди, да. Мы все вот были рабами, да. Вот поменялась ситуация, знаете, когда, после 1917 года. Так уж получилось, что это чем-то похожая ситуация на восстание чернокожего населения на Гаити, да. На Гаити там вот были рабы французские. Вот. И они восстали. И перебили, значит, белых. Всё, их нет. Вот. Так же примерно и у нас получилось. Мы, рабы, так или иначе, вот случилась вот эта революция. Так или иначе, так сказать, верхушкой этой революции постепенно стали вот те самые потомки рабов, вот, которыми верховодил товарищ Сталин, да. Ему важно было, чтобы вот люди второстепенные были, они ему как раз подчинялись. Вот тут как раз сменилась генетически верхушка, что было, наверное, для истории не очень хорошо, но не очень плохо. Зато мы чёрные стали, появилась у нас возможность, так сказать, вот тут вот вздохнуть, наконец. Ну, правда, фараонами нашими становились, значит, опять такие же чёрные, как и мы. Тиранили нас. Мне напоминает это Гаити, мой любимый фильм. Помните, я вам всегда рассказываю. Комедианты, простите, что я заикаюсь. Комедианты. Вот, там, это в чернокожей стране живут гаитяне, и их тиранят другие чернокожие тоже, вот они, так сказать, Тонтон Макута, да, их называют. Тонтон Макута – это какой-то такой вот тип дьявол из африканских легенд, да. Вот, так вот, значит, вернёмся к нашей истории России. Так вот, у нас вот так вот получилось в тот момент. Это я вот медленно свернул с истории татар на историю России, которая рядом с татарами протекала всегда. И случилась очень интересная штуковина у нас. Вот, вы знаете, вот тут автор-то имеет некое, там, рассказы про антаропологию у него были, да. Вот, я в них мало разбираюсь, и как-то мне это не кажется важным. Но вот тут вот оказалось важным. Дело в том, что дворяне вот это вот образовали определённую породу. Их всё-таки в нашем обществе было мало относительно. И, знаете, вот эти были у них доминантные признаки. Вот они были склонны к руководству какому-то там, к разумному подчинению. Командовали они нашим обществом тогда. Успешно командовали. Вот их выбросили мы, выгнали. Остались только сами по себе. Естественно, наверху оказались самые такие будораги. Ну, так это назвать-то. Пассионарные самые, как говорят, да. Ну, я их будорагами сами называю, самые активные. Это вот они пришли, значит, по власти. Но потомки-то их на это дело не годились. У нас уже обогащение правящего слоя началось ещё после отмены крепостного права, потому что потомки бывших крепостных становились купцами, богатыми людьми. А вот их дети уже сразу планку опускали всё время. Вот не передавалось это вот по наследству в первом поколении. Да, вот это вот это. Это наша беда, наша беда, простонародье нашего, да. То есть у нас каждое новое поколение начинает всё снова. Поэтому у нас вот поколение, победившее в гражданской войне, оно ему некому было передать власть. Вот их уже дети были, на их место другие стали приходить. Вот этот процесс, или на такой вот медленной внутренней этнической революции, я бы сказал, да, в этнической смысле всё, другие люди приходили к власть, ну, винические, потомки других людей. Вот, и вот это всё, каждый раз это переворачивается, пласт, перекапывается земля. Вот, очередное перекапывание после 91-го года случилось. Ну, очень печально это на самом деле для нас. Вот, с одной стороны, вот хочется нам жить посвободнее, но вот, ну, вот такой мы народ. Мне, конечно, обидно и досадно. Ну, мне тоже вот обидно и досадно, что я не могу танцевать в балете Большого театра. Хотя люблю танцы. Вот, люблю танцы, но не могу танцевать. Я бы сейчас командовать бы взялся, но я всего лишь старший лейтенант. Даже не удосужился написать на себя характеристик, чтобы стать капитаном. Времена такие были, что казалось, что это не важно. Да, ну и сейчас, понятно, это кажется, что не важно. Капитан я, запасы или старший лейтенант. Вот, разницы, на самом деле, никакой. Так вот для меня. Вот, вот. Я бы сейчас кто-нибудь сказал, иди за нашу партию, мы тебя будем выбирать, а тебя капитаном сделаем. Я говорю, согласен, давай, выбирай меня. Да, продам всё за капитанские погоны. Как приятно, да? Капитан. Пусть Гамлета к помосту отнесут четыре капитана. Да, капо. Ладно, ну вот я рассказал вам своё отношение. Я не думаю, что я ответил на вопрос, который меня спросили. Но, тем не менее, вот, послужил, вот, как сказать, письмо позвал в дорогу. Так раньше говорили. Ну вот, записка, маленькая смс-ка вот заставила меня задуматься. Спасибо большое, что посмотрели меня. Спасибо, что поддерживаете меня в трудную минуту, в том числе своими деньгами, денежными средствами. Не забывайте продолжать меня поддерживать, господа товарищи. А если ничего не поддержали, начинайте поддерживать. У меня тут проблемы с требующим забором поставить за миллион рублей. Красивый забор, который должен украсить город. Да, ну вот, он должен украсить. А вот за мои деньги. Ну и тут ничего не поделаешь. Такие правила игры. Вот нами там ныне правящий слой нашего, значит, общества вот требует, чтобы забор был хороший. Вот, внизу есть номер Сбербанкской карточки, номер счета Сбербанка, есть PayPal, Donation, Alerts, Kiwi, кошелек, кошелек ВКонтакте. Да, U-Money, да, теперь Яндекс.Деньги называются. Вот, жду поддержку от вас. Можете стать спонсором его канала. Да чего только не можете сделать, все можете сделать, если захотите. Только не хотите, 120 тысяч подписчиков. И по десятке бы собрали. Ладно, все равно вы милые и хорошие, раз меня слушаете, смотрите до конца. Да, ну все я рассказал-то, нет? Да почти что все. Всех благ вам, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.